Друзья, я приветствую вас на канале о Сложенном Просто. Меня зовут Сергей и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Вопросы сегодня в большинстве своем про архитектуру и это меня очень радует, потому что есть разработчик, начинает заботиться об архитектуре. Это на самом деле очень правильный вектор движения. Это говорит о том, что разработчик заботится о том, что в долгосрочной перспективе проект не умрет только потому, что невозможно будет реализовать какую-то фишку, которая не предусмотрена архитектурой. Сегодня давайте покажу, какие вопросы у нас на повестке дня. Буду говорить более подробнее про некоторые. Есть еще такой в виде бонуса вопрос из комментариев к одному из видео, про него тоже поговорим. Ну и в очередной раз хочу напомнить, что чтобы не пропустить видео, лучше конечно прописаться на канал, поставить колокольчик. Будет чудно и замечательно, если вы напишите комментарий, особенно если очень полезный комментарий. Ну, в общем, не будем останавливаться на молочах, подписка, колокольчик и уведомления. Ну, в общем, вы все в курсе. Давайте переключимся на первый вопрос и звучит он следующим образом. Следует ли использовать Думайн Древний Дизайн? Для начала пару-тройку фактов, возможно, которые вы и так знаете, но тем не менее. Думайн Древний Дизайн формулирует ряд высокоуровневых концепций и практик. Думайн Древний Дизайн не отрицает предыдущие практики разработки, ну, как-то там ОУП или, допустим, шаблоны проектирования или там солид набор паттернов или там, я не знаю, еще какие-нибудь. Думайн Древний Дизайн соблюдает непростость, конечно, вообще возможно, без знания этих самых паттернов, шаблонов, подходов, методик и прочих инструментов разработки. Еще раз, высокоуровневый набор концепций и практик, и я вас, наверное, удивлю, но, скорее всего, вы уже используете Думайн Древний Дизайн, если думали в своем приложении про ограниченный контекст, да, то есть имеет ли там смысл вытаскивать наружу то, что наружу не нужно вытаскивать, говоря простым языком. Ну и, собственно говоря, если у вас довольно простое приложение, то вы не используете ни шаблоны, ни подходы, ни практики, скорее всего, потому что это бессмысленно и в долгосрочной перспективе ведет к тому, что это не будет использовано в должной мере, ну, эти подходы или положительный эффект от использования этих подходов или шаблонов или паттернов. Вот, поэтому, скорее всего, вы не будете Думайн Древний Дизайн лепить, ну, в общем-то, на любое приложение. Еще раз, Думайн Древний Дизайн – это ряд высокоуровневых концепций и практик. И все они, так или иначе, в той или иной мере, используют шаблоны, подходы, методики и, в общем-то, даже части архитектуры. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Поехали на следующий вопрос, номер 188. Где лучше хранить токены на фронте при использовании OpenID Connect, например, OpenID Dict? Можно ли сконфигурировать так, чтобы хранить токены в куки плюс HTTP only? Лучшие практики. Ну, этот вопрос, на самом деле, достаточно часто я слышу. И любители Local Storage наверняка сейчас будут меня... Ну, давайте по порядку. Итак, если говорить про то, что такое Local Storage, это, во-первых, небезопасно. Почему? Потому что изначально он разрабатывался как хранилище ключ-значение, и о безопасности не было и мысли. То есть он не для этого создавался. Local Storage – это объект JavaScript со всеми вытекающими. Соответственно, Local Storage имеет очень высокий уровень опасности в Cross-Site Scripting. Тут как бы без вариантов это не я придумал, это написано в спецификации Cross-Site Scripting в том числе. И если говорить про Local Storage, то хакеры могут похитить ваши данные из этого самого объекта, выполнив обыкновенный скрипт-код. Ну, как это можно сделать? В общем, смотрите, такая фишка, что если вы используете сторонние какие-то библиотеки или сторонние скрипты, например, Bootstrap, JQuery, View, React, какие-то рекламные фреймворки, которые позволяют вам зарабатывать на контексте, или там какие-то Google Аналитики, или любые другие скрипты мониторинга вашего кода или вашей, я не знаю, продуктивности, которые грузятся через стороннюю штуку, то значит на вашем сайте можно выполнить, ну, в общем, хакеры умеют выполнять JavaScript, и, соответственно, могут достучаться до вашего Local Storage, и, соответственно, взять из него всю сенситивную, то есть очень чувствительную к безопасности данные, и, в общем, воспользоваться ей в своих злобных целях. Еще раз, смотрите, что такое сенситив даты, или там, не безопасно, как это? По-русски-то, господи. Чувствительные данные – это когда идет речь про пароли, логины, кредитные карты. Надо понимать, что вот этот вот Local Storage, который вы запихиваете, собственно, какие-то данные, с которыми связана безопасность, это дыра, и если вы это будете делать, ну, это, в общем, на самом деле, очень плохо. Понятно, что и приложения бывают разные, и используются они по-разному. И там локальные, и корпоративные, и публичного доступа, и все зависит от того, насколько вы готовы рискнуть, собственно, для, допустим, репутации, если вы... Ну, в общем, поехали дальше. В связи с этим есть некоторые практики, которые, в общем-то, рекомендуется делать. Я не настаиваю на том, чтобы вы их выполняли все, но если вы будете их выполнять все, в той последовательности, которая сейчас будет описана, это дает вам некую гарантию, ну, во всяком случае, в общем, и в кривых руках, и в калькулятор зависает, но гарантию на то, что ваш код будет в безопасности. Итак, первое, что рекомендуется, ну, я, смотрите, я не настолько там front-end разработчик, но, так сказать, верчусь в этих кругах в том числе. Итак, ребята, рекомендуется сдавать session ID и хранить его в зашифрованном виде в cookie. Зачем это нужно? Чуть попозже. При этом для cookie нужно использовать http only, и, само собой, должна быть настройка same site равно strict, это для защиты от определенного вида атак. Ну и, соответственно, опция должна быть security true включена. То есть это, как бы, в большинстве своем очистит, то есть уберет вероятность того, что кто-то к вам может каким-то образом достучаться. Ну и, собственно говоря, это session ID, который создается в первом пункте. Обычно он читается и сверяется с текущим для того, чтобы получить информацию о пользователе. Ну, то есть не для того, чтобы, а перед тем, как. И если сессия не совпадает, соответственно, ничего не нужно делать. А если сессия совпадает, то вы можете смело запрашивать данные о пользователе, в том числе эти самые чувствительные данные, то есть sensitive data. И сохранять их в cookie. Не в local storage, в cookie. Это общая практика, которая, в общем-то, работает. И серьезные, большие проекты, они пользуются примерно таким подходом. Ну и, наверное, я думаю, что ответил на предыдущий вопрос. Давайте теперь про вопрос номер 190. В каком слое или месте производить валидацию данных при подходе DDD? Нужен ли сервис лейер поиспользуя richmodel плюс DDD? Перед тем, как продолжить, давайте определимся, что-то к валидации данных, или даже нет, какие виды валидации данных бывают. Итак, первое, это валидация ввода пользователя. Пример. Пользователь заполняет форму, и в форме написано, что введите e-mail, а пользователь пытается зафигачить туда, допустим, какие-то циферки. И эта валидация ввода говорит, что нет, да и мне мыло, она не валидная. То есть пользователь не может никакие данные отправить на серверную сторону, потому что ввел некорректные данные. Это первый тип валидации, пока его пропускают. Валидация моделей данных. Это когда пользователь ввел какие-то данные, и форма сказала, окей, отправляй. И, например, ISP.deadCore, в частности, фреймворк этот, получает в метод какой-то viewmodel, который как раз и валидируется на основании атрибутов или fluid validation. Но, тем не менее, там логика может быть немножко посложнее, чем просто какие-то буквы и цифры. Но, тем не менее, это тоже такой входные данные, вот валидация этих входных данных. Третий вид – это валидация бизнес-логики, то есть когда мы проверяем какой-то бизнес-фактор. Ну, например, вы заказали 115 автомобилей Toyota Corolla, а их на слайде всего 6. И бизнес-логика должна вам сказать, что нет, это не валидный такой счет, мы не можем принять, поменяйте количество автомобилей. Это что касается валидации бизнес-логики. Ну, и есть еще валидация, то есть проверка ограничений на данные. Ну, это так называемый constraint validation, когда вы создали какой-то объект, пытаетесь запихать его в базу данных, а база данных говорит, что в этой категории нет связи, там идентификатор, primary key, то есть он не соответствует или он не найден в базе. Ну, это вот четвертый вид валидации, который, в общем-то, попадает в базу данных через определенные constraints, то есть через ограничения, через наложение этих ограничений. Ну, если говорить про то, о чем, собственно говоря, вопрос, если говорить про сервис-лэйр, то это, скорее всего, валидация бизнес-логики. Давайте будем говорить про нее. Ну, и даже в этом моменте можно говорить про разные вещи. В предыдущей серии вопросов-ответов мы говорили про vertical slice architecture, и, в общем, это такая штука, когда какой-то реквест летит с UI, через инфраструктурный слой, через слой application до самого домейна, и где-то в этом месте должна быть бизнес-логика, и я предполагаю, что она должна быть где-то здесь, иного другого понятия нет, хотя если говорить про валидацию, допустим, ввода пользователя, то она, соответственно, должна быть на два уровня выше, то есть на UI, но она мало интересна, потому что она никаким образом не соответствует clean architecture, и это не бизнес-логика, это логика валидации, то есть логика управления формой, то есть форма не может быть отправлена, пока не будут удовлетворены ее потребности. Ой, извините. В общем, это не бизнес-логика, и она к UI никакого отношения не имеет. Более того, the mind driven design отрицает или игнорирует присутствие UI и базы данных, в том числе. Бизнес-логика это бизнес-логика, поехали дальше. Если говорить про vertical slice architecture, о котором мы говорили в предыдущем видео, то это вот набор вот таких UI, infrastructure, application и domain кубиков, которые проходят одним реквестом до респонса, до пользователя через определенные слои. То есть логика разбивается на куски кода, и в каждой из них, ну, например, здесь может быть своя бизнес-валидация, и она может быть настолько там уникальна и аутентична, что просто ее нет смысла куда-то там в другое место переносить, и в другом реквесте, который там другой или там из другого ограниченного контекста, вообще не связан с этой бизнес-логикой или в этом модуле, он может находиться в другом реквесте и реализован, может быть, непосредственно в этом, ну, например, в медиаторе, да, ну, как вариант. И таким образом получается, что есть ли у вас ограниченный контекст, то есть не связанные два реквеста, то есть один там отправляет, я не знаю, доставку там товаров там на склад, а другой проверяет реквест пользователя, там, смена пароля, ну, как они могут связаны, как это может быть одна и та же валидация. Ну, нет, это разные, поэтому они должны быть в своем контексте, в своем вертикальном слайсе, если хотите, то есть обособленно. И нет смысла это все объединять в один объект, в котором будет и проверка там профиля пользователя, и там какие-то валидации управления там, не знаю, счетами на предприятии, там, ну, глупо на самом деле тянуть все в один уровень сервиса. Но, тем не менее, бывает такое, что валидация на разных реквестов превращается, ну, в один и тот же действие, да, то есть если вы, допустим, проверяете доступ там пользователя каким-либо товаром или там на изменение категории, то так или иначе вы должны проверить соответствующий пользователь, ну, то есть есть ли пользователь эти права, ну, например, это валидация бизнес-логики, ну, наверное, неправильный пример, потому что больше тут с авторизацией связано, но, тем не менее, допустим, валидация за то, чтобы там, не знаю, выдача каких-то там документов, да, то есть пользователю или там бизнесу, или, например, какие-то отчеты, и таким образом можно собирать вот как раз в сервис-лэере вот этот вот ограниченный контекст, который перекликается с другими вертикальными вот так называемыми запросами. Я почему агитирую за Vertical Slice Architecture, потому что именно вот этот подход разделяет ваши запросы на вертикальные слои, и вы можете ими управлять. То есть само разделение или возможность даже задуматься о том, что это может быть разделено, вам поможет сформировать вот этот вот ограниченный контекст. То есть в долгосрочной перспективе вам не придется менять какой-то кусок кода, который с бизнес-точки, ну, с точки, наверное, ограниченного контекста никак не может там скоррелировать с другим. Это просто обособленная логика, и если вы сделаете какие-то общие механизмы, вам не придется их разделять. И вот в этом месте как бы все складывается, когда у вас сервис-лэйер один, и в нем общий ограниченный контекст, тогда ему можно шарить, то есть инжектить в эти самые реквесты и валидировать вашу бизнес-логику одинаково, правильно для того и другого случая. Более того, есть еще другие варианты. Смотрите, вот есть такое понятие рефакторинг, это изменение кода без изменения функционала, если так вот кратенько говорить. Но я считаю, что рефакторинг является частью процесса разработки. Например, если у вас в какой-то момент валидации бизнес-логики склеена в сервис-лэйере, и вам нужно будет четко разделить это понятие между двумя реквестами, или там, допустим, ограниченный контекст изменился, там передано управлению другим сервисом, вы должны вот этот вот рефакторинг произвести. То есть валидацию конкретно вынести в тот вертикл слайс, где эта валидация применяется. Есть ли были изменения, то есть не лепить все изменения для одного слайса в этот сервис-лэйере. За этим нужно очень четко следить. В противном случае, ну, будет мешанина, вы не ограничите контекст, вам будет сложно реализовать как раз какое-то разделение логики, и вот поддержание вот этого ограниченного контекста. Это очень чувствительная вещь, и я считаю, что, еще раз повторюсь, рефакторинг – это часть программирования. Это не когда вам сказали, у вас там есть две недели на рефакторинг, кода, делай что хочешь, это ежедневный процесс, это то, из чего, собственно говоря, состоит программирование. Создание чего-то нового обычно занимает там 10-30%, остальное все рефакторинг. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать. И давайте тогда перейдем к следующему вопросу. А звучит он следующим образом. Что лучше использовать, int parse или convert into 32? Ну, давайте так. На самом деле, смотрите, int parse вам выдаст исключение, если он не сможет распарсить, а convert into 32 вам выдаст ноль. То есть никакого исключения не будет, это на самом деле принципиальное отличие. Но я бы рекомендовал вам использовать другой вариант, который называется int.triparse. Почему? Потому что он выдает блювозначение на возможность преобразования введенной строки в интовое значение, и этим можно пользоваться как условие. True могу перезапарсить, false не могу, и можно этим управлять. Ну, думаю, тут на самом деле все понятно. Ну, и я говорил о неком бонусе. Вы прочитаете, нажмите паузу, что, собственно говоря, Екатерина спрашивает, и я отвечу на ее вопрос. Как сделать так, чтобы совершать переход на ссылку менеджер, мог только менеджер, иначе срабатывает access.donate? Аналогичный вопрос для администратора и юзера. Итак, Екатерина, на самом деле, тут как бы палка о двух концах. Есть такое понятие, как иерархия разрешений, ну, или ролей. Ну, давайте для начала так. Смотрите, понятие роль, она на самом деле устарела, потому что еще давным-давно Microsoft сделал такой Simple Membership Framework, где было все построено на ролях. Но этим было очень сложно управлять, потому что сама роль подразумевает наличие нескольких разрешений. И такое понятие, как роль, канула в лета, если можно выразиться. И появилось понятие claim, то есть разрешение, утверждение, permission, если хотите. То есть, если у пользователя есть разрешение выполнить конкретный метод, конкретного API или там конкретной формы, то это один claim. Если второй, то это второй. Более того, claim можно натягивать на более высокий уровень, то есть разрешить доступ к форме, где можно выполнить все действия. Это связано с тем, что вот эта вот гранулярность, которая позволяет решаться при помощи claim, она очень гибкая. Такое понятие, как роль, соответствует набору этих claim. И если говорить дальше, подробнее, давайте предположим, что у нас есть какой-то метод для администратора, для менеджера, для юзера. И, соответственно, они помечены атрибутом, что требуется роль администратора, роль менеджера, роль юзера, соответственно. Ну и у нас как бы есть этот самый юзер, менеджер и администратор. Соответственно, если говорить про то, как спрашивает Екатерина, то есть что сделать, чтобы туда только тот, туда только тот, а туда только тот заходил, то, соответственно, нам нужно каждому из этих пользователей выдать соответственную роль. Ну, то есть он должен принадлежать к этой роли или к лайму, да. И тогда менеджер может пойти только метод, где написано role manager, а в role администратор у него нет такой роли, он туда попасть не сможет, ни больше, ни меньше. Надо понимать, что эти уровни сейчас, они линейные. И юзер, и менеджер, и администратор имеют одну и ту же линейную зависимость, наверное, на управление доступом. То есть они равнозначны. Просто называются по-разному. Назови администратора супер юзером или юзера администратором, ничего не изменится. Каждый должен попасть только в тот метод, который ему предназначен. Если говорить дальше, то, соответственно, мы можем вот такой вариант сделать. Мы можем менеджеру, например, дать роль юзера, и тогда он может попадать в два метода, а администратору можем добавить менеджера и юзера, и тогда он может попадать в три метода. И это на самом деле говорит о том, как реализованы вот эти вот разрешения в вашем приложении. Например, у вас есть профиль пользователя, и совершенно не важно, кто это, юзер, менеджер или администратор, любой из этих пользователей может зайти, соответственно, в этот профиль и посмотреть там свои данные. Ну, допустим, панель управления сайтом, которая, допустим, более высокая, чем для менеджера управления продуктами, страничка, то для него уже будут ограничены. То есть менеджер может зайти, посмотреть уже непосредственно свою страничку менеджера этим управлением продуктами И сходить в профиль А администратор теоретически может управлять и сайтом И зайти туда, куда заходит менеджер И допустим, тут уже на вашей стороне То есть полностью вы должны решить Может ли администратор иметь роль менеджера И ходить на страницу менеджера Ну теоретически это всегда делается по такому образу То есть у администратора всегда максимальное количество ролей Есть еще супер юзер обычная Супер администратор, который может и администраторов добавлять Но в последнее время я это не встречаю Прошу прощения, не встречаю Чаще встречаются какие-то предопределенные настройки В базе данных обычно, когда сдаешь сайт кому-то Уже есть этот пользователь И теоретически если он сам себя удалит То это, собственно, грею его проблемы Вот такая вот разметка для ролей и разрешений Ну а на этом я с вами хочу попрощаться Вам большое спасибо Надеюсь я ответил на вопрос Екатерины Потому что в тексте было сложно ответить Поэтому вот таким вот образом Вас опять же прошу подписаться на канал Пишите хорошие, интересные, веселые комментарии Приветствуется конструктивная критика И в общем-то на этом с вами попрощаюсь Пишите правильный код Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok